Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь пробежаться по английской кухне. Обожаю рыбу, особенно обожаю жареную. Фишн чипс, конечно, в этом отношении не совсем жареная, она по фритюре готовится, но тоже очень даже ничего. Традиционно это блюдо подают на газете. Я для этого дела даже обзавелся самой английской из газет, так что будем считать, что рецепт полностью аутентичный. Есть тут у нас соседний городок, в котором больше половины жителей иностранцы, ну в смысле не испанцы, так вот половина этих самых иностранцев англичане. Вот жена изошла вчера в английский магазин и попросила, цитирую дословно, дайте, пожалуйста, мне самую знаменитую английскую газету, на что получила очень интересный, на мой взгляд, вопрос. А вам зачем читать? Вот вы бы что на такой вопрос ответили? Напишите в комментариях, жена у меня женщина находчивая, поэтому она ответила уклончиво, как вам сказать, почти рыбу заворачивать. Короче, для приготовления фиш и чипс нам понадобится свежий номер The Times, картошка, фиш, в данном случае треска, мука, соль и пиво для приготовления кляра. Но начинать все-таки придется с чипсов, ну в смысле с картошки. А сейчас, вот прямо сейчас, переходите по ссылке и подписывайтесь на канал Жена Готовит. А муж ест, наверное. А муж ест и снимает, иногда даже подает дельные реплики за кадром. Как вы поняли, это семейный проект, его главная героиня, отважная Яна, не боится таких традиционно мужских девайсов, как гриль и мангал. Смело отсекает все лишнее не только на разделочной доске, но и на монтажном столе, оставляя в кадре только необходимую информацию и теплую семейную атмосферу. Подписывайтесь. Нарезать надо ее брусочками. Вот такими. Размер брусочков подбирайте на свой вкус. Вода уже кипит. Щедро посолить и выложить картошку. Варить не больше пяти минут. Следующий компонент этого блюда – соус. Классический майонез. Классический, но с яркой добавкой. С маринованными огурчиками и с каперсами. Нарезанными традиционным спонсорским ножом. Самура серии Movi High Carbon. Мои нежнолюбимые. Майонез у меня самодельный. Оливковое масло, яйцо, соль, горчица и блендер. Сотнюю раз уже показывал. О, какой густой. В качестве подкислителя лимонный сок. Половинки, наверное, хватит. И еще 15 секунд пожужжать. Я бы и рад не показывать, но что поделать, из песни слов не выкинешь. В Англии именно такой соус к фишинс-чимс подают. Магазины я не покупаю. Проще саму сделать, чем заниматься поисками приличного в магазине. Для завершения трудов в соус надо еще немного зелени добавить. Петрушки мелкорубленные. Не совсем в пыль рубленый, но все же. Я вот, кстати, вполне допускаю, что в Лондоне совсем другой соус к фишинс-чимс подают. А вот этот соус изобретение местных англичан, так сказать, уже об испанившихся. Если кто из с Ванги живет или бывает там часто, поделитесь информацией. Я, быть может, конечно, в нашем поселочке поспрашивал. У нас много англичан живет. Но, честно говоря, если судить по тем сладостям, которые на всяких ярмарках они тут предлагают, есть некоторые основания не доверять их кулинарной образованности. Заболтался. А между тем картошку надо вынимать и выкладывать на салфетки. Пусть обсыхает. И можно наконец-таки приступать к приготовлению кляра. Он вполне стандартный. Мука, соль, разрыхлитель. Перемешать. Именно разрыхлитель, а не обычная битьевая сода. Я, конечно же, добавлю немного меда. Только сначала часть смеси отложу для панировки. Меда совсем чуть-чуть на донышке. В первую очередь потому, что благодаря сахарам меда корочка кляра будет более симпатичного такого, более темного цвета. Некоторые из вас сейчас наверняка задаются вопросом, к чему это пассаж про мед. Поясню. Когда мы готовим недрожжевую выпечку, недрожжевое тесто, то для разрыхления часто используем пищевую соду. Она в соединении с кислотой, которую мы должны внести в тесто, выделяет только кислый газ. В сегодняшнем кляре кислоты нет. То есть я не добавляю ни кефира, ни лимонного сока, ни сметаны, ни только пиво. Поэтому я использую разрыхлитель. То есть смесь готовую лимонной кислоты и соды. Ну и в этой смеси в качестве антислеживающей добавки еще и крахмал есть. Так вот, частенько в рецептах с большим количеством меда, кроме разрыхлителя, добавляют еще и питьевую соду. Потому что сода в соединении с медом тоже выделяет углекислый газ. Ну, сами посудите, в разрыхлителе соотношение соды и лимонной кислоты подобрано таким образом, чтобы они полностью прореагировали. А если я достаточно большое количество меда добавлю в тесто, то вот чтобы этот самый мед, который сделал тесто тяжелым, среагировал, выделил тоже газ, нужно добавить, ну не мед выделил, а сода. Нужно добавить еще и соды. Так сказать, изменить баланс между лимонной кислотой и содой. Но, как я уже сказал, в сегодняшнем кляре меда совсем мало. Поэтому добавлять соду не потребуется. Смотрите, какой получился кляр. Отлично. Так, масло для фритюра уже можно начинать греть. Вот у меня рыбка уже размороженная. Можно было бы и срезать шкурку, но мне больше нравится с ней. Чтобы лучше приклеивался кляр, надо старательно запанировать. Тогда поверхность будет посуше. А теперь в клер, хотя сто, я же забыл совсем. Кляр хотел перца добавить, черного, без особого фанатизма и красного острова. И перемешать. Вот так. Ни разу не пробовал делать кляр поострее, но вот захотелось. И теперь можно окунать рыбку. И сразу второй шматок сюда же. Масло для фритюра надо разогревать до 170-180 градусов. Если температура будет ниже, то кляр впитает в себя слишком много масла. Будет жирно, неприятно. Если температура будет выше, то внутри рыбы не успеет приготовиться, а ваша корочка кляра уже сильно зарумянится. И если догадаривать рыбу, то кляр сгори. Аккуратненько, чтобы не обжечься. Короче, еще один повод озаботиться приобретением термометра. Еще одна фишка. Если вам нравится корочка потолще, то можно проделать вот такую штуку. Как только подрумянится, вытащить кусман и полить его небольшим количеством кляра. Вот так вот. И обратно в масло. Это чтобы получить побольше хрустящих, пропитанных жиром углеводов в вашей тарелочке. Смотрите, какая красотень. Пусть пока лишний жир салфетки впитывают. А я пока приготовлю последний компонент сегодняшнего блюда. Картофанчик. Он уже полувареный, так что подрумянить как следует. И можно подавать. Сервировка на газетке меня, конечно, смущает. Там говорят, в краске свинец содержится, он ядовитый. Но раз обещал аутентичность, надо соответствовать. К тому же, может, там уже давно не свинец. Хотя, если не свинец, то, наверное, какую-нибудь другую гадость добавили. Картошечку в газетку. Румяная какая. Рядышком рыбку. Вот так. Отлично. Ну и в уголочке пристрою ложку с соусом. Ну, готово. Такое классическое английское блюдо. И не менее классическая, аутентичная подача. Остается себе представить, что я где-нибудь в пабе в Сохо. Попросить у сдойки пинту лагера. И с удовольствием... А, горячо как. Ужас. Разломить кусочек фиш на части. И, конечно, соусом. Ну-ка. Вот так вот. Итак. Убожаю рыбу. Она очень сочная, потому что в кляре. Кляр, прям так, корочка такая, похрустывает. Она и остренькая за счет острого перца. Легкая сладость присутствует. Прям супер. Знаете, даже... Даже без соуса хорошо. А уж соусом... В майонезе, в этом огурчики маринованные и каперсы тоже маринованные, такую яркую ноту создают. Прям просто ураган. Класс. А если еще и с чипсами, то есть с картошкой фри. Ну-ка. Ну-ка. Фиш энд чипс. Они созданы друг за друга. Просто безумно люблю рыбу. Ел бы каждый день. На сегодня это все. Я очень надеюсь, что этот простенький рецепт вам понравится. И вы попробуете его приготовить. Это класс. Огромное спасибо вам за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Отдельное спасибо спонсору Самури за спонсорскую поддержку. И всем вам спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok